Здравствуйте, дорогие друзья! Такая новость поступила невеселая из ленты новостей. Скончался актер Зельдин. Зельдин самый старый актер, внесенный в книгу рекордов Гиннесса, за то, что в таком возрасте он был действующим актером. Он выходил на сцену, он пел и даже танцевал. Это было просто потрясающе и удивительно. И в общем-то в этой смерти, в его уходе, нет ничего такого экстраординарного. Ну логично же, человеку 101 год, кто столько вообще живет и тем более работает в таком возрасте. Но есть тут одна закавыка. То, что заставило меня снять это видео. Он давал надежду всем людям, что можно жить, работать и даже радоваться жизни бесконечно. Казалось, что бесконечно. Сколько людей он пережил. Сколько ушло, а он все жил, жил, выходил на сцену. Уже измеряли какие-то отрезки, временные, какие-то эпохи целые. В зельдиных такая единица измерения. Один зельдин. Вот хочется жить вечно. Не всем хочется жить вечно, конечно, но... Вот мне бы сейчас, вот на данный момент времени, хотелось бы. Наверное, этого хочется, пока у тебя не слишком сильно болит там, не слишком сильно болит здесь. Не слишком много людей ты потерял. Родных и близких, к которым уже хочется вернуться. Хотя я прекрасно понимаю, что этого не может быть. Ну, наверное, не может быть. Я же гностик, я не знаю точно. Но, скорее всего, нет. Потому что смерть, это тот момент, когда твоя личность, она разрушается, она уходит. Вот был твой разум, твой интеллект. И вот он распался. И ты переходишь в совершенно иное состояние. Ты перестаешь быть. Вот как будто тебя никогда и не было. Как будто ты еще не родился. Вот такое состояние. Тебя просто нет. Не существует. Вот мы когда молодые, когда юные совсем. Мы такие смешные и наивные. И думаем, что дожить до зрелых лет. Ну, это что-то фантастическое. И что ты будешь совершенно другим каким-то непонятно каким. Бог его знает. Если вообще доживешь. Многие говорят, да я не дожил там до 40. Я не дожил до 50. Я не дожил потом и 50, и 60, и 70, и 80 лет. Хотя в наших странах постсовка живут, конечно, мало. И вот этот возраст, 101 год, он близок к максимальному. Очень близок. Очень мало кто, особенно мужчины, очень мало, кто из мужчин доживает до такого возраста. Женщины живут намного дольше у нас. И, кстати, это большая проблема у нас в странах постсоветского союза. Потому что женщины живут намного дольше мужчин. Почему мужчины умирают рано? Не знаю. Я думаю, из-за традиционно вредного такого для себя образа жизни. Когда много холестерина. Такая грубая, как бы, в кавычках, мужская еда. Вот эти все жирные котлеты. Там, не знаю, мясо, свинина, сало, все вот эти масло. Ну, все вот эти жирные глупости. Потом алкоголь, естественно, курение. Ну и, конечно, много нервов. Очень много на мужчинах наших нервного напряжения и нагрузки. Когда нужно тянуть, все тянуть. А государство не позволяет тянуть. Не позволяет быть главой семьи в полном понимании слова. Потому что, ну как ты с такой зарплатой можешь себя почувствовать то, что называется мужиком. Мужиком. Говорят, иди свой бизнес, открывай, иди работай. Не все люди приспособлены к своему бизнесу. У кого-то нет этой жилки. Кто-то может работать только, делать то, что ему скажут. Делать то, что ему закажут. То есть, как-то узконаправленно. Не все могут быть начальниками. Поэтому все вот эти нервы, они сводят мужиков в могилу. Инфаркты, инсульты, очень частое явление. Смерть это не что-то там такое. И когда точно представляешь себе, что ты смертен, вот конкретно ты умрешь. Ты становишься действительно не по себе. И ты начинаешь думать о всех тех людях, которые останутся. И ты начинаешь думать о том, что было бы хорошо, если бы там действительно что-то существовало потом. И ты мог бы как-то все равно участвовать в этой жизни. Остаться хотя бы частицей, наблюдать за всем этим, что происходит. Но это вряд ли. И когда говорят, что да, верь, верь во все это. Нет, ребята. Как можно верить в то, чего ты не знаешь точно? Вот я сейчас записываю это видео, я это знаю точно. А что там, никто не знает. На самом деле, даже если прочтут тысячи книг, это всего лишь слова. Всего лишь книжки. В общем, в этой смерти Зельдина есть что-то такое, обрубающее надежду на вечную жизнь. Хотя все прекрасно понимали, что он скоро умрет. Такова природа. Но в природе человеческой, опять же, верить в чудо. А вдруг бы он жил еще? И люди продолжали посмотреть на него и надеяться, что жить можно, ну, по крайней мере, очень-очень долго. И когда таки уходит известный человек, который не только долго жил, но и был публичным. И дарил какую-то радость, какую-то надежду и искусство. Эти фильмы «Свинарка и пастух», «Свинарка и пастух», «31 июня», «Десять негритят». Очень много фильмов с участием Зельдина. Это был очень хороший актер, очень хороший. Анекдот вспоминается, когда старца спрашивают, как вам удалось дожить до 110 лет. Он говорит, вы знаете, я никогда ни с кем не спорил. Ни разу в жизни. Ему говорят, не может этого быть. Он говорит, не может. Вот так люди и экономят нервную энергию. Но как это на практике осуществить? Как не заморачиваться? Это совершенно непонятно. Как сделать так, чтобы не нервничать? Тебя ничего бы не трогало, и ты жил бы где-то там в облаках и думал только о чем-то о своем, о чем-то вечном, благородном, красивом. Как сделать так, чтобы отстраниться от этого мира? Ведь если подумать всерьез, то этот мир – это жестокая, жесткая вещь. И когда ты в него попадаешь, ты от самого, начиная от самого рождения до самой смерти борешься, борешься за свою жизнь. Тебе надо постоянно что-то есть, пить, прятаться от холода, прятаться от болезней, спасаться. Идти зарабатывать себе на хлеб насущный. Постоянно приходится выживать. Ну, кому-то больше, кому-то меньше, естественно. Как всего этого избежать и не думать об этом? Это надо быть либо совершенно сумасшедшим, либо таким вот, таким блаженным, то, что называется. В общем, что я предлагаю по этому поводу? Какая из всего этого мораль? Нужно помнить тех людей, которые ушли, но которые тебе что-то дали для твоей личности. Как-то тебя обогатили. Духовно или материально. Они достойны того, чтобы их помнить. И это, возможно, как-то продлевает жизнь. Хотя она ушла, по большому счету. Но хотя бы вот в таком виде. Жизнь в людской памяти. Ну, а всем желаю жить столько, сколько они того хотят. Потому что на самом деле хотение, оно решает. Вот говорят про силу слова, силу мысли. По большому счету, я не согласен с тем, что что-то материально, мысль или слова. Но настрой, вот это самопрограммирование, оно, я думаю, определяет многое. И в том числе ты кодируешь себя либо на короткую жизнь, либо на долгую жизнь. То, я думаю, можно закодировать себя на довольно долгую жизнь. Но при этом не пренебрегать элементарными вещами. Типа правильного питания, занятий спортом и позитивного настроения. Я не думаю, что я сейчас дал кому-то позитивное настроение. Но, извините, вот такой я человек. Несколько меланхоличного склада. Вот так. Так что сегодня с вами в очередной раз был Алекс Йода. Будьте здоровы, живите долго и по возможности счастливо. Все, пока-пока. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok